Второй стих пятой главы, послание Галатам. Если вы примете закон как часть вашей системы веры, то Иисус не принесет вам никакой пользы. Если вы примете закон как часть вашей системы веры, то Иисус не принесет вам никакой пользы. Он умер для того, чтобы вам освободиться от закона. Если закон — часть вашей системы веры, то Иисус не может вам принести никакой пользы. Посмотрите, что тут происходит. Иисус умер, чтобы освободить вас от закона. а вы возвращаетесь к закону. Поэтому вам нет пользы. Вообще никакой пользы. Если вы вернулись к закону, то Иисус говорит вам, «Знаешь, я вообще ни на йоту не могу принести тебе пользы». Послание к Галатам, 5 глава, 2 стих. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Обрезание — это часть закона, верно? Мне нравится это место в расширенном переводе. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы, выгоды приобретения, ибо если вы не доверяете Христу, то ничего и не получите от Него». Да, тут имеет место недоверие. Я не доверяю Христу достаточно для того, чтобы Он руководил мною. В водительстве я больше доверяю закону, который осуждает меня, чем Христу. «Еще, свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». То есть, если вы приняли обрезание, теперь обязаны исполнить весь закон. Вы что, думаете, что обрезания достаточно, если вы не исполняете все остальное? Вы приняли обрезание, но работаете в пятницу и в субботу. Вы, оправдывающие, объявляющие себя праведными, себя законом, остались без Христа. Послушайте это. «Отпали от благодати». В наше время мы часто слышим этот термин применительно к проповеднику или к известному человеку. Когда такой человек согрешил, о нем говорят, что он отпал от благодати в результате греха или проступка. Однако, согласно этому месту Писания, отпасть от благодати не значит впасть в грех. На самом деле, если вы согрешите, для вас есть благодать. Ваше традиционное мышление никак не может этого понять. Когда вы впадаете в грех, благодать подхватывает вас и дает вам знать, что вы не отпали от благодати, не вышли из нее. Вы пребываете в ней. А что значит отпасть от благодати? Вернуться к закону. Пытаться исполнить закон, ради освобождения от которого Иисус умер. Вот это и есть отпадение от благодати. Отпасть от благодати значит вернуться к закону и пытаться исполнить его после того, что Иисус сделал для вас. Аминь. Мы говорили о служении смертоносным буквам. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Мы говорили о служении осуждения. Послание к римлянам, 7.5. Мы говорили о том, как закон стимулирует грех. Таким образом, если мы, христиане, надеемся победить грех, мы не должны иметь никаких отношений с законом Моисея и даже с десятью заповедями. Если мы надеемся победить грех, мы не должны иметь никаких отношений с законом Моисея, а в нем более 600 пунктов, и даже с десятью заповедями. Даже с десятью заповедями. Я знаю, что это выводит из себя ваше традиционное мышление. Даже с десятью заповедями. Потому что Иисус умер, чтобы освободить меня от десяти заповедей. И Он пригвоздил бывшее о нас рукописание к кресту, обезоружив начальство. Кажется, это сказано в послании к Колоссянам. Обезоружив начальство и власти, которые были против нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Спасибо, Иисус! Слава Богу! Умерев на кресте и освободив нас от закона, Иисус обезоружил силы тьмы. А эти силы использовали закон против нас. Слава Богу! Иисус разоружил силы тьмы. Именно это Он сделал на кресте. Что Он сделал? Он обезоружил начальство и власти тьмы. Пригвоздил бывшее о нас рукописание к кресту. Он обезоружил демонические начальства и власти. Что же дьявол может сделать против нас после того, как Иисус обезоружил его? Единственный способ дать дьяволу возможность действовать — снова вернуться к закону. Поэтому мне с каждым днем видится все более нелепым, когда христианин, знающий это, кого-то судит. Это просто нелепо. Вы знаете, как получили избавление, как получили свободу? А теперь пытаетесь судить кого-то, кто был или находится в положении, в котором были или, может быть, до сих пор находитесь вы. Как вы можете так делать? Вашим отношением к людям должно быть такое. Он станет лучше. Она станет лучше. Они исправятся. Все будет хорошо. Вместо того, чтобы говорить, а еще называются христианами, это неправильное отношение. Она же христианка, и вот что делает. Вот поэтому мы едва видим милость среди нас. Милость Божья обновляется каждый день, а у нас ее не бывает и раз в месяц. И знаете, что произойдет? Если вы не являете милость, то и сами не... Но даже это не так. Вы не являетесь основой завета, помните? Даже если вы не явили милости кому-то, Бог обещал и поклялся самому себе, что ваша неверность не остановит его от того, чтобы быть верным тому, что Он обещал вам. Я пойду на шаг дальше. С некоторыми вещами надо быть осторожным. Они истинны, но это подобно ситуациям, когда Иисус говорил с людьми, но они не могли вместить. Вот и я не буду вам говорить то, чего вы не сможете вместить. Вы слышали, что если я не прощу вас, то Бог не может простить меня. Вот что я вам скажу. Бог простил меня еще до того, как у меня возникла проблема с вами. Это звучит ошеломляюще, не так ли? Подождите, подождите. Так что, значит я могу? Нет, нет, вы поймите. Если вы примете решение жить в грехе, то получите последствия своего решения. У вас будет горечь. Библия говорит об этом. Библия говорит, что будет, если вы будете удерживать непрощение против людей. Библия говорит о том, что случится, если вы будете осуждать других людей. Обо всем этом мы говорили. И я это говорил, но некоторые люди не поняли этого. Услышав, они сказали, «Вы поосторожнее с этим. Это вам надо быть внимательными в слушании». Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Это чудесные поучительные повествования, и я могу учиться из них. И главное в Евангелиях то, что я могу созерцать Иисуса. Главное в Евангелиях то, что когда я созерцаю Иисуса, Дух Святой может преображать меня в Него. И я могу видеть, как Он делает то, что Он делает, как Он ведет себя. Но читая Евангелие, я должен знать, с какой аудиторией разговаривает Иисус. Мне необходимо знать, с кем Он говорит, где говорит, и в какой Он говорит диспенсации. Иисус был рожден как пророк в Ветхом Завете. И Он обращался ко многим людям. Послушайте, Новый Завет не начался с Евангелия от Матфея, сразу же после книги Малахий. Нет, Он не начался после книги Малахий с Евангелия от Матфея. Христианство и диспенсация благодати начались тогда, когда Иисус умер. Мы не изменились, когда Иисус родился. Мы изменились, когда Он умер. Поэтому, читая Евангелие, вы должны читать их, помня о двух служениях Иисуса, о которых я упомянул. О Его служении, когда Он прежде всего исполняет закон и стремится убедить других о цели закона. И второе служение — подготовить путь к приходу Нового Завета. Иисус говорил разные вещи. У иудеев была традиция ходить поклоняться в определенное место. И при разговоре с женщиной у колодца, когда Он пришел пророчествовать ей, Иисус говорит, «Приходит время, когда вы будете поклоняться Мне в Духе истине, и вам не придется ходить поклоняться в то место». Он говорил с уровня закона и затем готовил путь для Нового Завета. Если вы будете читать Евангелие в таком свете, вы увидите, как Иисус разбирается с законом. Отсеки руку, если она соблазняет тебя. Вырви глаз, если Он соблазняет тебя. Я говорю с теми из вас, кто живет по Моисееву закону. Затем Он говорит о том, что связано с Новым Заветом. Наступит время, когда будет происходить вот это. В тот день будет вот это. Вот это будет происходить. Если вы будете читать Евангелие, не помня об этом, вы возьмете то, что сказал Иисус, обращаясь к людям под законом, обращаясь к тем, кто жил по закону Моисееву, и попытаетесь сделать это принципом жизни под диспенсацией благодати. Вы не увидите разницы, а делая это, попадете в самые разные проблемы. Но разве не чудесно, что вы можете приходить в церковь, где можете получить понимание обо всем этом? Вам понятно, о чем я говорю? Послушайте, послушайте. Я говорю вот о чем. Кто захочет прожить всю жизнь, так и не познав Библию? И вот вы умираете, предстаете пред Богом, и не дай Бог вам быть надменным. Уж я-то знаю. Не дай Бог вам быть как богатый правитель. Я все исполнил. Иисус смотрит на вас, как на того юношу, а Библия говорит, что Иисус посмотрел на него и полюбил его. И затем Он показал ему, что он по-прежнему виновен. Для этого и был дан закон, чтобы сделать весь мир виновным. А фарисеи старались разбавить закон с тем, чтобы они могли получить развод, чтобы у них была возможность делать то и это. Знаете, мы, видимо, будем говорить об этом в следующие два воскресения. Но вот даже в том, что касается святости. В третьем стихе третьей главы первого послания Петра говорится о золотых уборах, о плетении волос, об украшениях. Религиозные люди взяли это место Писания и решили, никакого плетения волос, никаких украшений. Но там этого не сказано, потому что в заключительной части говорится об одежде. Значит, если бы там был запрет, тогда никакой косметики, никаких украшений и никакой одежды. А это значит, что все женщины здесь, которые одеты, нарушают это установление. Но это не так. Надо правильно воспринимать Писание, чтобы ходить в свободе того, что Иисус сделал для вас, и просыпаясь каждое утро, радоваться Его любви к вам. Я сказал это эмоционально и сделал это так для того, чтобы вы могли увидеть истину. Удивительные вещи. Если мы будем придерживаться закона Моисеева, как нашего руководства, то нам следует ожидать грех, ожидать вину. И знаете что? Нам следует ожидать замешательства. Грех, вина и много замешательства. Закон не в состоянии нас спасти. Он не в состоянии взращивать нас духовно. Закон бесполезен для верующих, как мы видим из послания к Евреям 7.18. Он бесполезен для верующих. Для нас, христиан, закон не может быть путеводителем в каждодневной жизни. Согласно посланию Евреям 8.13, для нас, тех, кто был объявлен праведными, закон вышел из употребления. Давайте рассмотрим еще один аспект закона. Хорош ли он для чего-нибудь? Иисус что-то сказал в пятой главе Евангелия от Матфея, и это очень важно вам понять. Хорош ли закон для чего-нибудь? Послушайте, что он сказал. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стихи. Послушайте, что Иисус сказал в 17 стихе. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам... Послушайте, что он говорит о законе. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Значит, закон все еще присутствует. Но если закон не помогает нам, христианам, жить праведной жизнью, то какая от него польза? Закон имеет специфическую цель по эту сторону креста, пока он еще здесь. И ни одна черта из него не придет, пока не придут небо и земля. Давайте убедимся в том, что я правильно процитировал 18 стих. «Доколе не придет небо и земля». Небо и земля пришли? Значит, закон все еще имеет свою функцию здесь, по эту сторону креста. Не для нас, христиан, но все же он имеет свою функцию. И откройте вот это местописание. Первое послание Тимофею, первая глава. И когда откроете первое послание Тимофею, прочитайте стихи седьмого по десятый. Если вы там, скажите «Аминь». «Желаю быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают, ни того, о чем утверждают, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, разратных и оскорненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Итак, если закон не положен для верующих, мы видим, для кого он. Закон по-прежнему будет делать то, что Бог послал его делать. То есть, так сказано в послании Галатам, он будет где-то водителем. Он будет показывать вам, что вы виновны и нуждаетесь в Иисусе. Слава Богу за наше тюремное служение. Да, хорошее время послужить людям. Если вы бываете там, это хорошее время служения людям, потому что там людям приходится исследовать свою жизнь. И послушайте вот что. Послание к Галатам, 3 глава. Перелистните, я покажу вам. Закон по-прежнему попытается учить вас и привлекать ваше внимание. Лучше я прочту. Стихи с 23 по 25. Послание к Галатам, 3 глава, стихи с 23 по 25. А до пришествия веры мы заключены. Вот это слово я искал. Были по стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас, где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры, мы уже не под руководством где-то водителя. Я искал слово руководство. Именно это и делает закон. Он руководит той категорией людей, о которой мы только что прошли. Он руководит неверующими, наставляет их, показывая их грехи. Закон наставляет неверующих, показывая им их грехи. Христиане же не под законом и не должны после спасения находиться под его руководством. Вы это ясно видите в послании к Галатам 3.25. По пришествии же веры, мы уже не под руководством где-то водителя. Говоря о где-то водителе, он имеет в виду что? Закон. Мы уже не под руководством закона. Послание к Галатам, 5 глава, 18 стих. Перелистните туда. Послание к Галатам, 5.18. Под диспенсацией благодати мы под водительством закона или духа? Мы под водительством духа, верно? 18 стих. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Можете ли вы быть под водительством духа, если пытаетесь жить по закону Моисея? Нет. Нет. В послании к Римлянам 6.14 говорится, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Итак, 10 заповедей и другие законы морали, в том числе понимаемые интуитивно нашей совестью, «Они, по сути, для неверующих». Но вот что мы узнали. Вот истина о Боге без религии. Первое. «Я мертв для закона Моисеева». Скажите это вслух. «Я мертв для закона Моисеева». Есть подтверждение из Писания. Послание к Римлянам 7.4. Послание к Галатам 2.19. «Я мертв для закона Моисеева». К Римлянам 7.4. Галатам 2.19. Скажите еще раз. «Я мертв для закона Моисеева». Второе. «Я не под законом». «Как христианин вы что?» «Под благодатью». «Я не под законом». Послание к Римлянам 6.14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Третье. «Я свободен от закона». «Я свободен от закона». Послание к Римлянам 6.7. Послание к Римлянам 6.7. «Мы были освобождены от закона». Четвертое. «Я не под руководством закона». «Я не под руководством закона». Послание к Галатам 3.25. «Я не под руководством закона». Пятое. Я не служу согласно ветхому пути закона. Я не служу согласно ветхому пути закона. Послание к Кремлинам, 7-6. Послание к Кремлинам, 7-я глава, 6-й стих. И шестое. Я могу жить в новизне и свободе Духа. Я могу жить в новизне и свободе Духа. Послание к Галатам, 5-13. И также, послание к Кремлинам, 7-я глава, 6-й стих. Итак. Позвольте мне закончить следующим. Послание к Кремлинам, 7-я глава, 12-й стих. Кремлинам, 7-12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но после того, как я получил спасение, послание к Кремлинам, 10-я глава, 4-й стих. «Христос стал концом закона». Он — конец закона. «Да, закон свят, он добр, но после того, как вы приняли спасение, и были объявлены праведными, Христос стал концом закона». Закон учит вас, как добиваться больших достижений. Под законом все, что вы видите, это то, что люди пытаются собственными усилиями достичь исполнения требований закона. Под благодатью нет смысла работать над достижениями. Под благодатью я понимаю, что перешел от позиции достижения к позиции принятия того, чего достиг Иисус. В этом все и дело. Я верю в Иисуса, и верю в достижения Господа Иисуса Христа. Я принимаю то, чего достиг Иисус. Слава Богу! Это хороший способ самопроверки. Если вы начинаете пытаться достигать того, что Иисус уже достиг, а это завершенное дело Божье, и вы не находитесь в позиции покоя, чтобы быть принимающим от Христа, вот тут вам и надо быть осторожным, чтобы не отпасть от благодати и не впасть в закон. Все уже сделано. Сделано. Я принимаю сделано Иисусом. Я принимаю от Тебя. Боже, и готов быть Вадимым Духом Твоим в том, что мне делать. Вот такой жизнью мы должны жить. Я принимаю от Бога, и я открыт для водительства Духом Святым. Боже, я открыт для того, чтобы слышать от Тебя. Я открыт для того, чтобы быть Вадимым Тобой. А те, кто Вадим Духом Божьим, они кто? Сыны Божьи. Запомните мои слова. Если вы вернётесь к тому, чтобы быть тем, кто достигает, вы подумайте, как вы достигнете праведности? Единственный путь — обратиться к закону. И что тогда? Праведность от закона. Так что каждый раз, когда вы пытаетесь достичь того, чего Иисус уже достиг, вы оказываетесь в законе. Я принимаю от Тебя, Господь. Мы принимаем жизнь с избытком. Мы принимаем её, Господь. И мы открыты к тому, чтобы Дух Святой говорил нам, что делать. Вот и всё. Не так что? Брат Доллар. Мы принимаем от Бога. А что дальше делать? Вы должны быть всегда открыты к тому, что Дух Святой говорит вам делать. Проблема в том, что у стремящихся к достижениям — собственный план. А принимающие от Бога признают, что Иисус уже достиг всего. Его план удался, и мы принимаем от Него. И знаете что? Мы ожидаем, что Дух Святой будет вести нас в то время, как мы находимся в состоянии покоя. И мы принимаем сделанное Иисусом. Субтитры愛ом. Иисус. 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 Иисус.